здравствуйте дорогие друзья с вами раз и и это интервью с дровами кто такое дрова дрова это персонаж леоны 2 кто не знаю кто такое дрова и кто не относится к леоне 2 возможно вам будет не интересен этот разговор то попрошу просто поставить лайк если вы меня поддержите закрыть видео и идти дальше ну а кому интересно послушать мысль дрова что он думает в будущем какой у него уровень персонажа и вообще какие у него мысль это дальше видео это дрова что надо он самый ну да здравствуй приветик тебе добрый ночь я не знаю ну да у меня тут немножко немножко спят но можем поговорить ну задавай вопрос что-то с вопросом подожди ты куда торопишься задам сейчас соберу вопросы ты спитер я нет откуда а чего ты решил что из питера не помню был вроде какой-то разговор там откуда я с кривого рога знаешь такой говорят конечно как я могу не знаю такой говорят блин кто мне говорил что ладно не важно хорошо допустим а у тебя какой-то канал там езда в ютубе ну да им есть маленькая аудитория людей там ладва эмочку смотрят а сколько у тебя подписчиков ну пятьсот ну для начала нормально ну начинающий юный блогер а сколько тебе лет если секрет мне 30 лет образование это важно не ну не хочешь не отвечаю так просто спросил для поддержания разговора ну училище у меня образование я сварщик вообще по образованию но я не работал сварщиком красава а кто ты по специальности менеджер по управлению персоналом ну я тоже не работал по специальности не работал не ну там надо было идти сразу после школы я немножко забил задротил ну такое знаешь игрушки там всякие понимаю бой в чате это это много много времени забирает ну чего забирает у нас такой идет информационный фронт вот как могу так и воюю может быть могу чуть чуть больше сделать ну понимаю ну и чат не исключается тоже нужно доносить людям информацию так подожди на сервере вот у дрова один это твой перс это мой единственный перс единственный перс а сейчас второй перс он заблокирован по мел реально тебя заблокировали за то что ты флудил в чате вот это не флудил я да ладно там ну там очень много было жалоб и может быть это и по существу там уже были двухнедельные блокировки может это было и по существу но не суть важно вот ну на 30 дней дали максимальную блокировку у меня 30 дней еще не было были двухнедельные пару раз ну по сумме сложилось и может быть это и правильно было сделать такую блокировку по сумме бану сделаем ну единственный взгляд я не успел перелететь перенести персонажа вот поэтому алмазиков немножко не хватало 9 числа меня заблокировали на трансфер был до 11 ну я немножко в этом жалею не хватало у меня алмазиков как бы перелетел уже было бы пофиг на Леону вторую? да нет с Леону мы ж на Леоне играем мы ж играем на Леоне на пятую Леону я пролетел там дрова из порта перенес короче уже 62 вкачал хорошо растешь а кстати не растут персонаж растет ну такое ну фарм там спокойный короче фарм спокойный в принципе можно расти на русских русские кошмарят ну короче никто не блокирует ни одной блокировки ничего не было то есть нет вот этих жалоб короче в Олимпу знаешь это бит каких-то ну просто есть какой-то такой обоюдный кошмарик знаешь ну жалобы не катают ну может и катают пока что нету суммарной такой ну в принципе пока блокировок с трансфера не было не я продолжаю так же все делать что я и делал ну ты так же бомбишь да стабильно ну может и тебе так кажется я так не считаю блин вот просто я выражаю свое мнение и все вот ну да так и говорят ну аж я ж не буду там считаться кто что говорит знаешь ага вот если бы я бы переживал об чем-то мнении я бы там думал да, знаешь кто-то скажет дебильно ты чисто выражаешь свое мнение которое ты считаешь правильным, да? ну я так думаю да я об этом говорю да ну кому-то это не нравится кому-то может это может и разделить ну а чё ну я ж не пишу для одобрения я пишу то что я думаю понимаешь ну как персонаж Мазай который есть на Леоне 2 тоже ого мы можем поговорить об этом да да конечно это очень интересная история об этом персонаже у меня только пока догадки их очень много ну просто интересно знаешь я ж в этом как к клане да в этом клане я был и ну как ангелы которые да да и ну кто такой Мазай ну я могу представить кто такой Мазай ну этого человека в реальности вот и кто такой Мазай который пишет сейчас кто был человек это не человек ну то есть это два разных человека это совсем другой человек совсем не человек да и мне написал где клана там ну пару человек что ну он не выходит в дискорд в higher там мне вг trade когда не уходил в клана вский и и нет у меня мазайского в дисткорде но мне написала пару человек что ну его уже нету в дискорде он не выходит на связь от сдали этого мазайо а Ну, то есть это просто какой-то долбоёб. Пишет сейчас. Купил персонажа. Он пишет просто под его ником. Мазалой, короче, да? Ну, в клане, в котором я был. И плюс ещё там у меня подвязались там пару дров, короче. Ну, кто-то тоже ник подвязал там, короче. Когда я менял... Ну, вчера был. Вот вчера буквально ночью, да? Вот-вот. Это просто когда я уходил, просто кто-то себе ну, подмял ник, короче, знаешь. Вот. А я думал, ну, буду приходить, не буду приходить. Не знаю, короче. Ну, пофиг не был. Вот. Рекост. Ну, короче, это... Ну, может быть, это тоже сам Базай. Любитель попиздить ники, короче. Потому что, помню, когда я уходил, была такая история, что, короче, он писал в чат, что я, короче, зарегистрирую 50 аккаунтов, только чтобы там... Как там у тебя синдикат называется? Ок? Мафиоз. OG. OG, да. Вот, чтобы только OG там не перелететь. А, там кто-то перелетает был, гоняли, короче. Гонял. Кто какой синдикат гонял? Наверное, по серверам. Что они перед трансфером прилетели, потом... А, соды, которые залетели на PvP. О, ну, так он писал, что, короче, я сейчас создаю 50 этих аккаунтов, чтобы, короче, никто не вернулся. Ну, толпаю. Ну, вот, чтобы взять. Понятно. Вот. Ну, а почему не могу взять гонник и взять, ну, Мазая, короче. Вот. Ну, ну, просто, ну, кто это? Не, ну, мне понятно, что долго. Просто интересно, кто основа. Вот. Очень интересно, кто основа. Вот. Ну, может быть, мы как-то на это выйдем. Узнаем. Просто мне интересно. Не знаю. К сожалению, Петрика нету Дискорда. Ну, Петрик, Петрик, ну, может, что-то и рассказал. А Петрик, это знакомый Мазая у вас общий? Не, Петрик Путяха. Это в этом, в Шоколаде был с врачом, короче. Я помню, я помню. Вот он бы мне, может, что-то и рассказал. Потому что мы там в Дискорд с ним выходили. Мне что-то кажется, это или он, короче. Я в Шоколаде был в Дискорде. Вот, выходил в Дискорд Шоколаде. Так ты не с ними улетел тогда? Нет, я никуда не с ними не улетал. А что мне с ними улетать? Они меня даже в клан не взяли. Я был в Англах. А потом, короче, они улетели. Ну, что мне с ними? Это что-то... Ну, там тоже было много человек в Шоколаде, которым я не нравился. Ну, вот. Меня, короче, в Шоколаде же не взяли. Хотя, вот этот Петрик, он тоже там был в руководстве. Там не последний человек, короче. Ну, что-то там... Я как-то вышел с ними, пообщался. Ну, так, как-то... Кто-то там был против. Ясно, понятно. А какие твои дальнейшие, как сказать? Дальнейшие качаю персонажей себе спокойненько. Ну, как спокойненько. Там немножко кошмарят, конечно, но... Не так, как тут. Не так, как тут. Там какие-то такие мелкие форми, там какой-то... Какой-то... Какой-то кадр. Пытается там что-то вырезать. Ну, так. Честно, нету какого-то такого тоталвара, короче. Ну, не знаю. Если мне чуть-чуть подкачаться, то там вообще никаких проблем. Ну, так. Чуть-чуть пытаются, конечно. Чуть-чуть пытаются. У меня там есть... Это, наверное, Пятой Леоне. Да. У меня там есть основа, есть как бы клан. Ну, такое. Я так чисто свой клан создал. Всех своих запихнул туда. Понятно. А кем ты в реале работаешь, если не секрет? Ну... Так... На удаленке работаю. Можно сказать. Бизнесмен? Да нет, не бизнесмен. Можно сказать, что... Компьютер всякая работа на удаленке. Знаешь, это языки программ, да? Не, не программист. Программист, а другое. Ну, тоже с компьютером связано удаленка. А твоя... Ну, дрова на Леоне второй твой? Там помыла. Там помыла. Вот я чуть-чуть выходил в ППК в топ, короче, там была у меня такая затравочка до трансфера. Там мазая трошки обгонял по ПВЕ, по ПВП. А там чуть-чуть кошмарил драконов, короче, всех там убивал, в хлам, короче, разносил. Но сейчас, смотрю, что опять придется то все делать. Так что, если у тебя есть твены, вот, говори, я буду вырезать конкретно весь ДВ. Все, что вижу, все буду убивать. Всех твенов будешь вырезать? Буду всех твенов вырезать, вот весь ДВ буду вырезать. Все, что стоит в ДВ, она там стоять не будет. Я понял. Короче, такой... Ну, потому что, блин, потому что у меня персонаж отдыхает 30 дней. Благодаря Перловке. Кому? Перловке. Ну, Перловка есть такой там тукачок. Изок, по-моему, откуда. Перловка? Ну, Перловка. Тоже, граться там с открытия сервера. Не знаю. Ну, Перловка. По-моему, он изок. Львок или... Это все вот эти все твари, короче. А ты в каком этом плане? Я в одежде в данный момент. Ну, одежде. О, да, одежде тоже. Просто для меня, конечно, сейчас вот у всех, ну, просто вы пообщались, вот, это нормально. Ну, есть еще там пару нормальных человек, с которыми я общался. Вот. Таких очень мало. Ну, по сути, конечно, по сути, все конченые твари. Ужас. Ну, ты же понимаешь, жизнь такая. Ну. Реальность такая, ну. Тут, ну, ну, хороших людей, ну, очень. Ну, с кем я общался, короче, вот сейчас с тобой общаемся, да? Ну, я же с тобой нормально общаюсь, да? Ты со мной нормально общаешься. Ну, ты можешь прям что-то плохое сказать? Ну, в плане того. Ну, я могу очень, очень много сказать плохое про твой ОГЭ, да? Про твоих там руководителей, короче, синдиката. Мафиоз. Ну, я уже, правда, не помню. Ты какую-то знаешь информацию о них плохую? Ой, я знаю очень много информации, я же, ну, с открытия играю. Вот. Я может очень много сейчас не помню, но если ты мне напомнишь, то у вас руководитель, я тебе могу сказать информацию. Руководитель клана? Ну, да. Или альянса? Ну, давай начнем с клана. Ну, в данный момент у нас глава клана Мел. Мел, да? Мел. Да. Ну, смотри, он... Добрый мужичок. Я его лично не видел, но смотри, он перешел на трансфер. Там трансфер был, он перешел, да? Да, да, они прилетели с четвертой Леоны. Ну, вот, если взять по ситуации, ну, вот про него что-то плохое не могу сказать. Ну, не знаю, они перелетели, просто вот сложно сказать. А до этого кто был? Я до этого не был в Альянсе. Я до этого переигру играл. Аймел, аймел, ну... Если ты помнишь, я был в хаосах, но потом, когда случился конфликт в Украине, то я попросил Ворона, ну, главу Альянса экспансии на тот момент, чтобы он удалил меня с Варова, потому что, ну, я был тогда в шоке, что произошло, я тогда, ну, мне надо было отойти, я как бы не мог играть, то он удалил меня с Варова, как бы, потом я в фри-игру поиграл и пошел в экспансию посмотреть, как у них там происходят дела. Не, видел там в топе, да, вот это ты Ворон, говоришь. В топе сейчас на... Ну, Ворон, ну, это его, наверное, персонаж, я не буду утверждать. Ну, ты про этого Ворона, да, говоришь, чтобы тоже прилетел на трансфере? Не, Ворон тут был изначально. А как он, а, поменял ник? Ну, не знаю, можно это рассказывать или нет, просто, понимаешь. Ну, кто-то из ОГЭ поменял ник на Ворона? Я не знаю, короче, я там не углубляюсь, там много... Ну, не знаю или не хочу говорить, так скажи. Там много руководителей, короче, и, как бы, кто там главнее кого, я тебе не скажу. Ну, они же прилетели. А кто был изначально глава? Я без понятия. Прилетел... Кто с Леоны 4 прилетел, они зашли в этот клан. И возглавили его сразу? И глава там был Игл. Игл. Ну, Игл то, то, блин. Ладно, это всё. Вспомни, что-то плохое расскажу. Сейчас не помню. Ну, а про старый состав ОГС что ты можешь рассказать? Смотри, напомни просто, кто там был, мне спамить очень плохо. Вот Свят, где был Свят? Ну, Свят... Где был Ива, где был Свят, где был этот... Точно знаю, что Свят был в ПВЕ. А Ива? Ну, они там выходили, заходили, я не знаю. А сейчас вот этот срачный кот, короче, рогачный. Срачный-рогачный. Это кто? Вот. Листерин, короче, королева Нарнии. Кто там еще у нас интересный? Листерин? Листерин, да. С этого? Ну, для меня самые большие пидорасы, это эти, как они... Ну, ты понял, кто. Это этот Ива, короче, да? Ну, Ива, я как понял, он давно не играет, он кинул Леону. Я не говорю про человека, я говорю на тот момент про персонаж, который бросил клан, короче. Ну, забрал эти шелены, короче, да, когда-то-то вот, Ива все покикал. Ива? Да. Это было, ну, может, пару месяцев игры еще-то было. Ты был у них в клане? Я не был ни в клане, я просто видел эту историю, когда он весь клан покикал. Когда он просто весь клан скикнул под ноль, короче. И себе забрал шелены. Все, Ленда. Ну, он просто весь клан покикал. Ну, под ноль. Угу. Вот. Это Ива. А... А-а-а-а-а, кто еще был интересный персонаж? Ну... Добрый кот тоже, он такой. Не совсем добрый. У него вот... Добрый кот. Ну, он тоже не добрый, нифига. Угу. Ходит, режет всех подряд, короче. А вы ее. Что планируешь дальше делать? Тем же заниматься в будущем? Я уже... Ты имеешь в виду кошмарить? Я, наверное... Я, наверное, персо перетяну. Оставлю. Оставлю только чисто. Я часто прокачал, но не знаю. Может, что-то меня как-то не блокирует. Думаю, может, дальше поиграть, короче. Вот. Ну, с нуля очень тяжело выкачаться. А какой у тебя самый максимальный левел? Максимальный сейчас 62. А у тебя? 52. У тебя тоже? А, 66. Ну вот. Давай, у тебя разблокирует персонажа. Ты мне, может, там... Покажешь через Дискорд свою персо... Пуш, там, может, расскажешь. Вот. Если я замажу, я тебе могу еще... Ты мне одного персонажа показать. Я не хочу просто показывать... Куда я переместился, какие у меня персонажи там. Это я не хочу говорить. Ага. Ну... Я понял. Может, я не знаю. Может, я подумал, что, в принципе, ничего там такого и нет. Вот. Ну... Трансфера мы не ждем. Не, ну, в принципе, я там хочу остаться на том сервере. Хоть у меня сейчас и тоталвары намечаются. Ну... На пятой Леоне? Да. Там я немножко один покошмарил. А я просто думаю просто всех вырезать весь... Весь клан нахер, короче. Просто, ну... Зачастую. Ну, у меня синдикат просто из моих персонажей, а там 50 персонажей, которые фармят АВК. Вот. Поэтому, думаю, там устроить им поселу жизнь. Вот. Угу. Ну, понятно. Большие планы на будущее. Так, пока смотри сервер чуть-чуть. Ну, да. Ну, главное, что тебе это нравится, да? Ну, да, в принципе. Ладно, Дрова, давай. Хорошо, что позвонил, пообщались. Сами можете слышать Дрова. Какой он человек. Как он видит в целом игру. И какие он преследует цели. То есть, если вам встретится Дрова, то не обижайтесь на него. Он просто так видит эту игру. И все, что сказано в чате, думаю, не имеет никакого значения. Тем более, в мировом чате. С вами был Розе. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.